Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. В начале выпуска коротко о главных событиях. Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. За это время только четверть полотна. А теперь подробнее. Касым Жамартукаев привился вакциной «Спутник Ви». Как сообщил пресс-секретарь президента на своей странице в Фейсбуке, после вакцинации глава государства чувствует себя хорошо. Побочных эффектов нет. По словам Берека Уали, президент Казахстана убежден, что только вакцинация и коллективный иммунитет позволят победить коронавирус, снять ограничения и обеспечить восстановление обычной жизни граждан. Глава государства вновь призывает всех получить вакцину при первой возможности. Десять миллионов казахстанцев смогут получить вакцину от коронавируса до конца сентября. В планах ежемесячно прививать по два миллиона человек. Эпидситуацию в стране сегодня обсудили на заседании правительства. Один из главных вопросов, над которыми сейчас работают в Кабмине, как увеличить поставки вакцины в регионе. Коронавирус не отступает. За минувшие сутки заболевания выявили более чем у 1800 казахстанцев, а за пять дней апреля в республике зарегистрировали уже порядка 10 тысяч случаев ковид. Причину роста заболеваемости специалисты связывают с циркуляцией британского и южноафриканского штаммов. Установлено, что британский штамм коронавируса распространяется быстрее по сравнению со штаммом прошлого года в 1,7 раза, южноафриканский в полтора раза, бразильский в два раза. Для оказания медпомощи коронавирусным пациентам в стране функционируют 275 стационаров. По данным Минздрава, сегодня они загружены на 36%. На 22 заняты реанимационные койки. По словам специалистов, единственный способ борьбы с опасным вирусом сегодня – это иммунизация. Пока казахстанцев вакцинируют только спутником ВИИ. Препарат двухкомпонентный. На сегодняшний день две прививки получили больше 72 тысяч человек. Порядка 195 тысяч пациентов привились первым компонентом вакцины. Больше всего людей, около 44 тысяч, провакцинировалось в Алматы. Почти одинаковое количество, свыше 17 тысяч человек, иммунизировали в Алматинской и Туркестанской областях. А самые низкие темпы прививочной кампании на сегодня – в западно-казахстанском регионе. Там первый компонент препарата пока что получили не более 4 тысяч человек. С учетом проводимых переговоров с производителями, в Казахстане в первом полугодии планируется поступление более 6 миллионов доз вакцин, что позволит охватить 64% от подлежащего контингента. В апреле месяце ожидается поставка 2 миллионов доз вакцины. Ожидается, что до мая в регионы страны отгрузят больше 2 миллионов доз вакцины, больше всего в Алматы, Нур-Султан и Алматинскую область. Одной из самых низкообеспеченных по количеству препарата остается Мангастаусский регион. Еще меньше поставят в СКО, а самую минимальную партию направят в Атыраусскую область. В апреле, май и июне в регионах будет обеспечена вакцинация 2 миллионов человек ежемесячно. В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 миллионов человек, которые подлежат иммунизации. И тогда ожидаем получения накопительного эффекта коллективного иммунитета. На сегодняшний день к вакцинации в Казахстане готовы свыше 600 кабинетов. В столице их число увеличили втрое с 36 до 100. В ближайшее время в регионах появятся и передвижные прививочные пункты. Ирина Панфилова, Хабар-24. Акмолинская область сегодня вошла в красную зону. За минувшие сутки там выявили 60 новых случаев заражения. Таким образом, неблагополучной по темпам распространения ковида остается ситуация в семи регионах. Почти месяц в опасной зоне Нур-Султан и Алматы. Больше двух недель западно-казахстанская и Атрауская области. Неделю назад в красную зону вошли Актюбинская и Алматинская. Приближается к этому списку Карагандинский регион. За последние 24 часа там плюс 90 заболевших. В желтой зоне также город Шимкент. Остальные 8 областей пока в зеленой зоне. Тем временем в стране разворачивают дополнительные инфекционные стационары. Под них уже переоборудовали два военных госпиталя в столице и в Алматы. Алматинская лечебница рассчитана на 200 коек. Первых ковидных пациентов там начали принимать 5 апреля. Сейчас лечение в стационаре получают больше 30 человек. Стационар в Нур-Султане заработал с сегодняшнего дня. Рассчитан на 100 больных. Лабораторные диагностические отделения подготовлены для оказания медицинской помощи. Личный состав госпиталя прошли необходимый инструктаж, подготовлены в полном объеме, оснащены средствами защиты и другими необходимыми материалами. В Шемкенте увеличили количество пунктов вакцинации. Их теперь 36. В среднем в мегаполисе ежедневно прививают больше 200 человек. В первую очередь медиков и преподавателей. Но в последнее время возросло и число добровольцев. Вакцину от коронавируса получили 9 тысяч шемкенцев. В день мы прививаем порядка 60 человек. Пока вакцинируем только первым компонентом. Отмечу, что вакцина может вызвать определенную реакцию. Например, повышение температуры или боль в горле. Но это не страшно. В таком случае необходимо принять противовоспалительные лекарства. Можно ли прививаться от коронавируса людям с хроническими заболеваниями? Нужно ли перед этим проходить обследование? И является ли наличие антител препятствием к вакцинации? Марк Брюшко узнал, что больше всего волнуют жители столицы во время прививочной кампании. В стране полным ходом продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Однако у людей все еще есть много вопросов, которые касаются вакцинации. Давайте узнаем, что именно волнует жителей столицы. Отвечать на вопросы людей нам поможет врач Бутагос Каукенова. Бутагос, здравствуйте, спасибо большое, что смогли уделить время. Приехали, давайте послушаем первый вопрос и попытаемся на него ответить. Скажите, пожалуйста, а безопасно ли вакцинироваться во время беременности? В данный момент в любом случае не будут прививать беременных и кормящих, потому что разработчики вакцины пока этого не рекомендуют. Официальная инструкция это сказана. Почему так делается? Потому что, как вы все знаете, вакцина испытывается на добровольцах. А в эти группы добровольцев никогда не входят беременные и кормящие женщины, также дети, например, никогда не входят, потому что это особо уязвимые категории населения. Почему вакцинация? У вакцинации есть два компонента. И почему два раза надо сделать? У некоторых вакцин есть две дозы. Зачем это делается? Чтобы достичь хорошей защиты, иногда одного компонента бывает недостаточно. А то вторая доза называется бустер. И ее делают как напоминание для иммунной системы. Можно ли прививаться аллергикам? И какая вообще реакция будет? В инструкции к прививке есть такая строчка. Если у вас аллергия на компоненты вакцины, тогда вам не стоит прививаться. Еще не рекомендую делать прививку, если у вас в истории вашей болезни был анафилактический шок. Еще вопрос один. Побочные эффекты одинаковы для всех вакцин против коронавируса или уже каждого препарата свои? После прививки может быть побочная реакция. И она обычно стандартная не только для всех вакцин от коронавируса, для всех прививок вообще. Это такие неспецифические симптомы воспаления. Может болеть вместо укола, может повышаться температура тела, болеть мышцы, вот такая слабость, головная боль. И это все первые 2-3 дня после вакцинации. И это хорошо. Если у вас такая реакция есть, это значит, что ваша иммунная система борется. Давайте еще один вопрос послушаем прямо сейчас. Надо обязательно сдать на антитела, прежде чем вакцинироваться. Наличие антител – это не противопоказание к вакцине. То есть в некоторых европейских странах, в Америке, они делают вакцину, даже не проверяя вообще на антитела, даже если ты недавно болел. Потому что у них очень много вакцин. В условиях же такого массового дефицита по всей стране, ВОЗ рекомендует выждать 6 месяцев после болезни, чтобы привиться. Зачем так делают? Чтобы дать вакцину тем, у кого нет своей защиты. Ответы врача выслушали Марк Блюшко, Диасков-Ламбаев, Аят Дусимбаев, Хабар, 24. В разных странах мира наращивают темпы массовой вакцинации, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Многие рассчитывают на возвращение туристов. О том, как проводят прививочные кампании и достаточно ли вакцин, в материале наших корреспондентов. Отставая от собственного плана вакцинации, но не теряя надежду, за иммунизацию взялась Европа. Так привить каждого пятого жителя уже к началу мая решительно настроена Германия. Компания вакцинации не прекращалась даже на пасхальные праздники, которые длились 4 дня. Несмотря на похолодание и дождливую погоду, жители стояли в огромных очередях. Первую прививку на сегодня получили 13% граждан. Чтобы ускорить кампанию, свою помощь теперь предлагают даже ветеринары. Судя по статистике, иммунизация и карантинные ограничения сработали. По сравнению с прошлой неделей, количество инфицированных в Германии снизилось с 20 до 7 тысяч в сутки. В начале мая 20% немцев должны будут получить вакцину. Во втором квартале мы хотим увеличить темпы. В этом нам помогут как центры вакцинации, так и домашние врачи и районные клиники, которые начнут работать с этой недели. Усилены мощности вакцинации и в Испании. В страну вчера поступила новая партия. Больше миллиона доз вакцины Pfizer. В регионах готовятся открыть центры вакцинации в залах, стадионах и на аренах для боевыхов. А вот в итальянской Венеции в прививочный пункт превратили маршрутный теплоход. Это сделано для удобства жителей, проживающих в отдаленных районах. Мы находимся в Сан-Эразмо. Это важный день для жителей этого острова старше 80 лет. Здесь мы будем вакцинировать людей с ограниченными возможностями передвижения. У них будет надежда на здоровое будущее. А это бригада бразильских врачей, которая пытается по реке добраться в отдаленные уголки Амазонии. Местное население там живет под одной крышей и не может практиковать социальное дистанцирование. Поэтому для охвата этих регионов создана отдельная программа иммунизации. Вакцины доставляют по реке и даже на вертолетах. Я очень боялась вируса, теперь нет. Хорошо, что есть возможность получить ее здесь. Надеюсь, что все обойдется. К массовой вакцинации принялись и в туристических регионах. На индонезийском острове Бали сегодня получили прививку тысячи пожилых. Для Бали это первый и самый главный шаг для открытия острова для иностранных туристов. Айдана Горебжанова, Шолпана, Мамбаева, Хабар, 24. Больше сотни жителей погибли в результате наводнений и оползней в Индонезии. В стране полным ходом идет массовая эвакуация. На готове и жители отдельных регионов России, где обострилась ситуация с паводками. А тем временем в Бельгии выпал апрельский снег. Проливные дожди, вызванные циклоном Сероя, прошли в восточных регионах Индонезии. Они вызвали серию оползней и сели. Стихия унесла почти 130 жизней. Десятки людей пропали без вести. Рухнули несколько мостов поваленными деревьями блокированные дороги. Тысячам жителей пришлось оставить свои дома. Их перевозят на лодках и грузовиках. Да, наш дом стоит в горах. Пришлось разобрать цинковую кровлю и вытаскивать друг друга с помощью веревки. Мы спасли только то, что удалось. Но жизнь важнее. Если выбирать между вещами и собственной жизнью, конечно, мы выберем второе. Подтопленные мосты, дороги, отрезанные от мира, населенные пункты. В десятках российских регионах борются с весенними паводками. Все это последствия аномальной зимы. Снегопады были рекордными. И из-за быстрого таяния сугробов в реках резко поднимается уровень воды. Вот я минут 20 смотрел, выходил на веранду. Здесь не было воды. Так и живем. Боремся сами с водой. Мероприятие проводится в плановом порядке. Это обеспечит полномерный сход ледовых масс и пропуск воды в районе населенного пункта. И в целом обеспечит безопасность населения. А в Бельгии наоборот. Выпал апрельский снег. В столице страны Брюсселе снежным покровом покрылись дороги, машины и первые весенние цветы. Осадки принес арктический фронт. По сообщениям синоптиков, они продолжатся как минимум до завтра. Зауреш Байгелова, Хабар 24. Вернемся к событиям в нашей стране. Несколько дворов подтопило в селе Орловка на востоке республики. Талые воды прибывают с полей со стороны населенного пункта Жаскент. Для населения организовали пункт эвакуации, но сельчане от него отказались. Еще две придворовые территории подтопило в Туркестанской области. Воду откачали. Угрозы того, что она может зайти в дома, сейчас нет. Напомню, к борьбе с паводками привлекли больше 1200 человек. Используется 570 единиц техники и порядка 50 мотопомп. Заявок много, а техники не хватает. Жители одного из частных секторов столицы остались один на один со своей проблемой. Талые воды уже успели подтопить их дома. Откачивать приходится самим, но это лишь временное решение. Они просят восстановить орычную систему, но все упирается в деньги. Динара Абдирова продолжит. Резиновые сапоги для Ларисы Шупила стали незаменимым атрибутом. Вот уже третий год ее дом затапливают талые воды с улицы. От прежнего вида двора ничего не осталось, сетует хозяйка. И даже лавочка перед крыльцом уже постепенно уходит под воду. Воду мы качаем с самой ранней весны и до поздней осени, пока не замерзнут шланги и насосы. Потому что орыки предназначены же понижать уровень грунтовой воды. А если орык полный, вода, естественно, под грунтом просачивается сюда. И вот такая ситуация, что у нас все строения, все пришло в негодность. Сначала баня потихонечку вышла из строя. Теперь вот до дома добралась вода. Вот, смотрите, даже к печке подойти не можем, чтобы растопить здесь вот все во льду. Ух, замерзла. Из-за приходящей воды в доме невозможно жить. Разрушается фундамент, говорит хозяйка. Поэтому Лариса с семьей переехала. Но несколько раз в неделю вместе с супругом приезжает откачивать воду. Тот угол треснул, там двери не открываются, межкомнатные. В общем, полный бардак. Причина прихода большой воды жители считают несвоевременная чистка арыков. Ливневку здесь не предусмотрели. В Акимате Байконурского района о проблеме жителей знают. Но решить ее раз и навсегда не могут. Конкретно вот по данной улице я могу пояснить, что, как вы сами видите, на данном участке основная масса снега все вывезена. Вот, да, есть проблема с саричной системой. Но она на сейчас, вот на данный момент, вот у нас занимается здесь вот, закреплена на постоянной основе одна осенизаторская машина для откачивания воды, а также каналопромывочная машина, которая занимается именно прочисткой данной арыка. Также запланированы работы по пропарке водопропускных труб на данном участке. По словам представителя Акимата, до конца этого года, если, конечно, выделят деньги, планируется восстановить арычную систему и заменить трубы на двух улицах – Алимжаново и Сырдарья. Сейчас в очистке всех участков этого района задействовано больше 140 единиц спецтехники. Но заявок много, а техники не хватает. Динара Абдирова, Марат Дихамбаев, Хабар, 24. В постоянном страхе пребывают жители многоквартирного дома в предгорьях Алматы. Всего в 10 метрах от них неизвестные застройщики вырыли огромный котлован. Как выяснилось, там собираются возводить новый жилой комплекс. Все бы на ничего, но оказалось, что компания работает без разрешительных документов и не соблюдает норму правил. На краю обрыва побывал и наш корреспондент Асем Кущегулова. Впервые спецтехника появилась здесь осенью прошлого года, вспоминают жильцы. Спустя еще несколько месяцев неизвестная компания вырыла котлован глубиной в 10 метров. Тогда на стенах и окнах многоквартирного дома появились первые трещины, а после начали рушиться фасадные плиты. Когда застройщик начал проводить трамбовочные работы, в течение недели мы ощущали сейсмику. И эта сейсмика была не менее 4 баллов, потому что наш дом качались люстры, наш дом находился в движении постоянно. Вырублено огромное количество деревьев, вырублен полностью холм зеленых насаждений. Смотреть на это было очень страшно. Сейчас в этом доме проживают 9 семей. Их жизни грозит опасность. Здание оказалось на самом краю обрыва и в любой момент может рухнуть. Особенно жители боятся весны. Талые воду могут размыть почву, а вместе с ним и их жилье. Единственное, что может это остановить – подпорная стена. Никакой подпорной основы нет для того, чтобы сдержать слой земли от сдвигов. Почему это говорю? Потому что почва здесь именуется категорией плывуны. И в случае талых вод, в случае каких-то сейсмоявлений, землетрясений, эти почвы могут поплыть. Действующие СНИПы предусматривают, запрещают строительство зданий с оружием, в том числе жилые объекты, на местах, сейсмоопасных местах с уклоном свыше 15 градусов. Вот этот собственник земельного участка, его участок расположен выше, свыше 15 градусов, уклон. Это говорит о том, что это нарушает СНИПы. Связаться с застройщиками местным жителям не удалось. Тогда они обратились с заявлением в Акимат. Заявление от местных жителей к нам поступило. Никакого уведомления о проведении строительных работ от застройщика у нас не зарегистрировано. Поэтому мы направили в Генеральную прокуратуру акт о назначении внеплановой проверки. Как только там его зарегистрируют, сразу выйдем на место с проверкой. Пока суд дать дело, у жителей появилась новая угроза. Чуть выше их участка планируется строительство еще жилых комплексов. Об этом они узнали из социальных сетей. Жильцы беспокоятся, что окажутся в тисках сразу нескольких ЖК. Их строительство уничтожит не только редкие растения вокруг, но и их дом. Говорят они. Асим Кощегулова, Эдуард Кон, Хабар-24, Алматы. Жители Восточно-Казахстанской области недовольны темпами реконструкции участка дороги Колбатау-Майкопчигай. К ремонту трассы приступили еще три года назад, однако готова она лишь на 25%, что доставляет массу неудобств жителям. Участок им приходится объезжать по бездорожью. О том, почему затягивается стратегически важный проект, выяснила наш корреспондент Асим Утешва. Вот такая дорога с кочками и ухабами длится от Колбатау до самого Зайсана. От езды с подобными препятствиями машины каждый раз ломаются, жалуются водители. И такая ситуация длится уже три года. Сейчас из-за таяния льда на Бухтарминском водохранилище паромы временно не ходят. В связи с этим жители Курчумского района вынуждены в объезд через Зайсанский район проезжать лишних 400 километров по бездорожью. Время на дорогу уходит почти 24 часа. Весь груз трясется из-за разбитой трассы. Выехали из семей вчера вечером и к утру машина вот сломалась. Все перекопано. У многих автомобилей лопаются колеса. Скорее бы уже закончился ремонт. Отремонтировать должны участок дороги в 415 километров. Сдать объект строители обещали в следующем году. Однако пока трасса не готова к эксплуатации даже наполовину. Из 18 мостов, указанных в проекте, за три года возвели лишь пять. Местные жители сомневаются, что ремонт будет завершен в срок. Ни одной работающей техники мы до сих пор не видим. Не похоже, что ремонт дороги завершается. Некоторые участки и вовсе будто заброшены. По объездной дороге тоже невозможно ездить. Вот прокололи колесо. От стойки ничего не осталось уже. Курманбек Турганбаев – водитель со стажем. Но даже его опыта не всегда хватает объехать выбоины без вреда для транспорта. Мужчина признается – из-за плохих дорог время в пути увеличивается. А это дополнительные затраты. Трасса в плохом состоянии. Везде объезды. Дорога, которая обычно должна длиться не больше семи часов, занимает почти десять. Автобусы ремонтируем каждые два месяца. Меняем практически всю ходовую часть. Случаются поломки и во время рейса. Пассажиры, конечно, нервничают. Я уже не говорю про пыль и песок, который гуляет по салону и в багажном отсеке. По словам руководства компании «Казавтожол», причина, по которой строительные работы прошлым летом были приостановлены – пандемия. Дорожное полотно заменили на 80 километрах из запланированных 415. Согласно проведенным переговорам с лидером консорциума компании «Синсинь», у нас есть уверенность, что этот график в этом году нагоден. И по концу текущего года мы полностью откроем движение по данному участку. От графика остаёмся славой мощностью компании «Казгер». В прошлом году у нас проблема с бедумом была, задержка. Но в этом году, я думаю, этот вопрос решится. «Синсинь» как лидер упущения с «Казгером», они будут в этом году подключаться на эти участки. На проект, который реализуется в рамках программы «Нурлыжол» было выделено 157 миллиардов тенге. Остаться без света и воды могут кустанайские дачники. Кооператив «Миллиаратор» задолжал за электричество больше миллиона тенге. Садоводам боком выходят долги за счёт, накопленные за зиму. Половина членов общества в сложившейся ситуации обвиняет бывшего председателя. Другие – тех, кто намотал круглую сумму за время обогрева дачных домиков электроприборами. В ситуации разбиралась Наталья Строкова. Вот это помидорки взошли. Вот это вот баклажанчики взошли. Тут у меня перчик сидит. Впервые за 14 лет дачного стажа Лариса Славинская переживает за свою рассаду. Через месяц кооператив может остаться без света и воды. Вот снежок сейчас выручит. Май месяц ещё влага может держаться. Кто-то в ёмкости накидает снежок. Зимней влагой запасаются около двух тысяч дачников. Отрезать от света кооператив грозят и задолго в миллион 200 тысяч тенге. Начнётся поливной сезон, например, в мае месяце. А нам свет отключат. И мы останемся полностью без полива. Меня не интересует даже свет в домике. Мне интересует полив. А полив – это всё электроэнергия. И смысл тогда садить и содержать дачу. Пока дело не дошло до грядок, дачники разбираются, кто намотал долги. Как выяснилось, летний сезон общество полностью закрыло по счетам. А вот с осени пошла неуплата. Этот долг был сформирован в период с ноября по февраль месяц текущего года. Мы осуществляли проверку приборов учёта. Выявилось, что абоненты частного сектора подключены от сетей второй точки учёта, что бытовые потребители запитаны. Зимой в дачном обществе проживали 129 семей. Большинство домов обогревалось за счёт электричества. С тех времён, как нам разрешили здесь прописку и проживание, каждый год у нас люди всё больше и больше добавляются. Естественно, этого электричества нам не хватает. Мы решили подключиться к тысячнику. Этот трансформатор предназначен только для полива. Дачные жильцы, выросшие за зиму долг, на себя брать не хотят, а предлагают его разделить между всеми дачниками в счёт оплаты членских взносов. В сложившейся ситуации обвиняют бывшего председателя кооператива. Отношение бывшего председателя, скажем так, безответственное к тому, что мы посадили потребителей на тысячник, и он не уведомил РЭС и не узнал, чем это нам будет грозить. А нам это в итоге вылилось в 31% до начисления на те киловатты, которые намотаны на тысячники. Вы представляете, какая это сумма? У экс-руководителя своя правда. Все необходимые договоры подписаны, а жители об увеличении платежей предупреждены. Решение было правление. Все потери, которые будут созданы при потреблении электроэнергии по тысячнику, ложатся на ваши плечи. Подпишите, пожалуйста. Всё подписано. Ими же. Для того, чтобы спора не было между платильщиками-летниками, то есть потребителем полива, и ими мы им установили дополнительный счётчик. Кто и как будет рассчитываться по долгам, дачники ещё решают. А вот в энергокомпании садоводам пошли навстречу. Предоставили отсрочку до начала мая. Наталья Строкова, Ермит Мухмедьяров, Кустанайская область, Хабар-24. Количество сделок по недвижимости за первые два месяца этого года увеличилось почти на 45%. Рост наблюдается по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. И по мнению аналитиков портала Finprom KZ, произошёл на фоне приобретения жилья за счёт пенсионных накоплений, что в свою очередь может увеличить объём услуг посредников. Отмечу, общая сумма в сфере операций с недвижимым имуществом за весь прошлый год составила больше полутора триллиона тенге. В разрезе регионов почти три четверти услуг приходится на Нур-Султан и Алматы. В растрате бюджетных средств заподозрили главу столичного управления образования. Об этом сообщил первый зампредседатель агентства по противодействию коррупции. По данным Олжаса Бектенова, сотрудники управления приобрели оборудование по завышенным ценам. Расследование сейчас продолжается. Между тем, в антикоррупционном законодательстве грядут изменения. Теперь за подарки чиновникам будет грозить серьёзный штраф – порядка двух миллионов тенге. И это при условии, что стоимость презента или незаконно полученного вознаграждения не превышает шести тысяч тенге. Если сумма выше или между сторонами была предварительная договорённость, госслужащих могут привлечь к уголовной ответственности. Штрафовать чиновников будут и за то, что они берут на работу бывших коррупционеров. В данном случае руководитель госоргана или нацкомпании обязан будет заплатить порядка трёхсот тысяч тенге. В Таразе проходит республиканский турнир по Кокпару. Впервые в нём соревнуются казахстанские артисты и музыканты. Приурочили состязание к 30-летию независимости страны и 175-летию народного поэта Жамбала Жабаева. Привычную сцену, часовые съёмки в кино известные казахстанские артисты и музыканты сегодня сменили на лошадей, драйв и пыль. Их объединила не только творческая профессия, но и любовь к Кокпару. Древняя национальная игра для Таукеля Муслима стала любимым хобби. Конным видом спорта артист занимается только год. Уже принимал участие в различных состязаниях, но в таком крупном турнире участвует впервые. Подготовка хорошо, настроение отлично, боевое. Выспались, сытые, довольные, лошади хорошие, готовы все. Надеемся, что удача будет на нашей стороне, фортуна. Сегодня мы займём какое-то призовое место. Хотим, чтобы пропагандировать спорт, национальный спорт, чтобы побольше и других популярных артистов приходили, играли, занимались. В турнире по Кокпару принимают участие 6 команд из регионов страны. В каждой по 10 участников. Лучших отобрали путём товарищеских матчей. Все они прошли предварительную подготовку и набрали опыт. В Таразе проходит 20-й чемпионат Казахстана по Аударспаху и Кокпару. Город находится в зелёной зоне, поэтому организовать турнир было несложно. Это не разовое шоу, а популяризация спорта. Мы надеемся, что такие турниры станут традиционными. С первых минут участники продемонстрировали навыки борьбы и показали зрелищную игру. Турнир по Кокпару среди артистов и музыкантов в регионе восприняли с большим воодушевлением. Ветераны спорта считают, что это важная инициатива в деле популяризации и развития национальных видов спорта. Финал республиканского турнира пройдёт завтра, а в июле актёры-кукпаристы поборются за кубок. Анастасия Сулейманова, Тимур Селхангус, Анхатила, Тарас, Хабар, 24. К этой минуте всё. Оставайтесь с нами. КОНЕЦ